Всем здравствуйте! Сегодня хочу рассудить на тему. В общем, бытует мнение, людишки говорят, что нельзя продать обученную уже собаку, что это, мол, невозможно, и мы типа обманываем или что-то еще. Как это невозможно? В чем невозможность? Просто невозможно, это у глупых людей невозможно, которые вообще не понимают, что такое собака, и продают писунов, которые весь дом потом обгадят. Вот разберем на примере пельмешки. Пельмешка у нас не продается. Ей 3 месяца сейчас. Разберем на примере пельмешки. Вот трехмесячная собака, вот она сидит, вот она обучена. То есть мы продаем таких же. В чем проблема? Как это нельзя продать обученную собаку? Она обучена, то есть она, соответственно, умеет кушать по команде разграничения, сидит, причем в 3 месяца, смотрите, сидит как взрослая, безвылазно на месте, без команды не выходит, не писает дома, приучена к туалету, приучена к валерчику и не шумит, не гавкает. То есть вот вам обученная собака, пожалуйста. А это просто не продается, но остальные у нас все такие же. Вон, какие игры у нас продалась тоже? Сколько? Куда она? В Молдову, в Молдову поедет далеко. Вот. Пожалуйста. Булю мы продали. То же самое, булю продали, а сейчас у нас просто хозяева улетели в отпуск, а ее оставили на передержку. У нас есть бесплатная передержка на 5 дней, когда покупаешь собачку. Вот. У нас много-много плюшек, которые вообще получают вместе... Не-не-не, даже фишка еще в чем? То есть, когда я передаю собаку, естественно, я рассказываю человеку, то есть покупателю собаки, как дальше с ней взаимодействовать. Если покупатель меня не услышит, извините, ну такое тоже бывает, меня не услышит, не будет дальше. Это не значит, что вот собака, она как робот, ее принесешь в новый дом. Естественно, она, да, и типа ничего делать не надо. Естественно, в новом доме она попробует устанавливать свои правила. С новым человеком. Собаки же хитрецы. Они прожимают сразу нового хозяина. То есть, вот, допустим, я сейчас, вот у нас нельзя там, например, нельзя писать, нельзя ходить без команды, там нельзя. Надо лежать на месте, гулять на улице, грубо говоря, да. А в новом доме они просто, ну, в новом доме они что, они приходят и пробуют все это делать, то, что нельзя здесь было, а там, чтобы им было комфортнее, они начинают прожимать хозяина и пробуют. А вдруг я попробую выйти, например, из дома. Вот. Ой, то есть, вдруг я попробую-ка я выйти с места, например, да. Там нельзя было, там другой человек был, здесь может можно. Я хозяину, естественно, объясняю, как дальше, взаимодействую, что делать. Я с ним на постоянной связи. То есть, да, он мне пишет, например, вот у меня собачка там начала выходить. Я говорю, как это поправить. Если хозяин меня слышит, то у него никогда не возникнет проблем с собаками. Потому что вот, вот, вот мои собаки, вот вы видите пример, соответственно, собак. Плюс я не одну собаку помимо этих дрессировал, да, воспитывал. Дрессировка, слово, мне не нравится. Дрессировка – это сидеть, лежать, стоять. Это все не то, что нужно людям. Людям нужно, соответственно, не это. Им не нужно сидеть, лежать, стоять. Им нужно, чтобы собака им не мешала, была воспитанной. Это разные вещи. То есть, вот. Сидеть, лежать, стоять – все хорошо, и все как команда. Это хорошо, но это никак не связано с послушанием и с воспитанием. И многие, многие, многие люди, и у меня в телеграм-канале, когда раньше обучал людей, говорили, блядь, у меня собака знает все команды, все делает. Она умная. Она умная, но ни хера меня не слушает, на улице убегает. Это не послушание. То, что она знает команды, может кувырнуться или там пернуть по команде, но это бесполезно. То есть, полезно, когда она слушается, реально слушается, когда вам комфортно, соответственно, когда, когда собака вам, грубо говоря, не мешает. Даже вот смотрите, сколько их они мне не мешают. Их не чувствую. Их как будто нет. То есть, вывел на улице, они гуляют, завел, они тут. В квартире все то же самое. Я рассказываю, как дальше взаимодействовать с щенком, и человек получает щеночка, да, за это, извините, надо заплатить, потому что это большая работа, большой труд, плюс передача информации. Информация всегда платная. И щенки у нас элитных кровей все. То есть, тут ничего не сделаешь. То есть, у нас сейчас, большинство щенков у нас, то есть, у них родители, во-первых, дорогие, привозные, да, и этот, и, ну, просто они дорогие. Вот так. Красивые мышечные большие. Да, мышечные большие головистые. То есть, этот, по типу у нас сейчас в основном все на границе покет и микро. То есть, около 30, короче, от 30 до 34 сантиметров в холке. Вот примерно все щеночки у нас сейчас вот в таком типе. То есть, кто-то там что-то говорит, что там, где-то я что-то читал. А, что мы продаем там, типа, не микро, а покетов. Пожалуйста, говорите, какую собаку я возьму сантиметр по мере. Здесь нет котерок продаем. У меня все родители все измерено. У меня фотографии есть. Пишите, я вам пришлю. Родитель сантиметр, папа, мама, сколько сантиметров. Вот вам, пожалуйста. Все равно это тип предположительно. Вы пишете, потому что собака растет. Да нет. Чего, какой предположительно? Из них не может вырасти стандарт или эсэй. Да нет, это понятно. Нет, я имею ввиду смотреть. То есть, тип либо микро, либо покетов. Бывает микро на высокой границе. Ну, почти покетов. Ну, я же сказал, я же это же говорил. Да, начну я прослушал. Не знаю. В общем, стандарты, эксель из них вывести не может. Это будет либо край, это покет, низкий покет. То есть, или микро. Тут надо смотреть просто. Стандартов они различаются. Стандартов у нас нету и не будет пока. Вот. А так сантиметром любую собаку мы померяем. Родители померяем. Покажем. Наш продукция чудесная. Лежаночки. Смотрите, каждая подушечка из лежаночки. Вытаскивается. Молния спрятанная. Латунная. Смотрите, как красиво. Ткань вы просто вот руками потрогали. Все спрятано, чтобы собака не грызла. Молния открывается. Там непромокаемый чехольчик. Вверх стираете. Это вынимаете наполнитель. И так, короче, в каждой подушечке. Смотрите, вот здесь вот. Опа. Все. Вот так по кругу идет молния. Вынимаете каждую подушку и можете стирать чехол. Днища, прорезиненная, твердая. То есть это не как магазинная. Короче, оно не портится. Это лежанка из коллекции ретро. Типа а-ля... Она прикольная. Диван. Не, так прикольно, но а-ля бабушкам диван такой. Типа. Ну, прикольная. Не, прикольная. Красивая. Интересная. Еще есть ее в другой коллекции ретро. Рожковая. Такая не называется. Очень круто. Вот. А, кстати, подушечки на липучках. Знаете, для чего липучки? Собаки любят брать угол, начинают его грызть, доставать. А здесь вы крепите липучки, и она ее не достанет. Она просто так сама по себе плотно крепится. Плюс липучки. Так что вот. Так что продать обученную собаку, да все это легко. Ну, то есть не то, что легко, это возможно. Люди говорят, что это невозможно, и мы там кого-то там наебываем. Ну, как это невозможно, если мы продаем все, передаем? Вот, по-моему, обычные трехмесячные, но вообще в этом невозможного. Если люди, если у вас собаки тупые, или вы тупые, не значит, что все тупые. То есть, извиняюсь, собаки не могут быть тупые. Могут быть люди тупые, тогда у них собаки получаются соответственно. Если у вас собаки такие, не значит, что у всех они такие, не значит, что невозможно. И, то есть, ну, все возможно. Просто надо быть. Вот и все. Соответственно, вот все вроде бы. Заходите на наш сайт, да, заходите на сайт alphabulls.com. Там есть воспитанные щеночки, уже подрастающие в Перми, по разной ценовой категории. Почему в Перми? Объясню, у нас мы находимся в двух местах, в Ярославле и в Перми. То есть, мы в Перми, наш хороший друг, коллега, ее зовут Светлана, она профессионально занимается, занимается. Она ветеринар, да, с образованием профессионально занимается. У нее есть все оборудование, у нас даже об этом ролике, и скоро сами тоже туда еще раз поедем. Профессионально занимается взращиванием щеночков рождением, их взращиванием, прививанием и всем, и всем, и всем, чтобы все было супер, короче, вот. А потом, потом, с двух месяцев, с двух месяцев щеночки приезжают сюда. Здесь они получают... Кослагерь. Да, в Кослагерь здесь они получают воспитательную базу. Образование. Образование, да, получается. Среднее, высшее там. Воспитательная база образования, то есть, и отсюда уже передислоцируется к своим хозяинам. В принципе, можно забирать, если кому-то удобнее, можно забирать прямо из Перми. То есть, базу мы сможем заложить и там, это все дело обговаривается. То есть, вот. Вот, вроде все, я рассказал. Щеночки все есть на сайте alphabulls.com, заходите, все цены. У нас, кстати, цены сейчас... От 100 тысяч. От 100 тысяч довольно. До 500. Довольно бюджетные цены, да? То есть, это вам, блин, для були, это вообще супер. У нас, кстати, остались еще метисы, три штучки от Джессики. То есть, от Джессики и Сэма. Ну, как я рассказывал, у нас Сэм случайно был к Джессике. Мила у нас не уследила, запустила их на один участок, этот ей вдул случайно, она родила. То есть, ну, мы решили продать, почти всех продали, то есть, 10 щенков. Че уж, ну, не аборже делать, правильно? Не, не... Так боженько, поверьте. Не по-христиански, там. Вот, ладно, не суй. Этот... Ой. Вот, и решили продать, продали. Все 10 щеночков, 7 щеночков продали уже по 90 тысяч. Сейчас 3 осталось по 90 тысяч. Ну, и что это метисы? Вот люди говорят, ну, что метисы за 90 тысяч? Да мне пофиг, кто это, что это? Это моя собака, моя собака не будет никогда дешево стоить. Вот она вот, как только вот сюда зашла, ее потрогала, она уже дорогая. Потому что это моя собака. Моя собака, это мои собаки. То есть, эти собаки людям нравятся, они умные. Тем более, это две мои самые умнейшие собаки. Это чудесные просто собаки. Они, да, они дешевые. Извините. Так что осталось 3 щеночка. Один мальчик и две девчонки. Мальчик цветом, как Джессика, практически без пятен. Две девчонки. Такие... Пиклин. Смесь, короче, вот этих двух цветов и вот такой цвет. Они там есть на них, да, обзорчики. Вы тоже смотрите, пишите. Вот, как бы и все. Напоминаю, сайт alphabulls.com. Там, если что, есть мои контакты, телефон. Телефон контакта и можете там мне написать по будущим колб. alphabulls.com будет это закреплено в описании к ролику и в комментариях. Всем всего доброго. До свидания. До свидания.